всем привет сегодня будет нас тематика посвящена переводу клину и тайпу манги на смартфонах и планшетах то есть на переносных мобильных устройствах я думаю что многие ждали эту тематику я уже два видео две видяхи записала по поводу тестирования программок двух программ по ключ и проверяла как пойдут нам для тайпа не и не пойдут но сегодня будет пойдет тема такая более общая тем про стилусы стилусы нам нужны на планшетиках и телефончиках потому что наши пальцы уж очень они толстые и на вот таком от мастингом экранчики попасть в нужную точку особенно когда мы клин делаем очень очень сложно конечно вас можно будет планшете побольше но все равно сравнить размер планшета экранчик планшета и сравнить экраны вашего компьютера какая там все-таки колоссальная разница плюс ко всему когда работаем мышкой мышечкой она все но более четко может делать там уже делать зум очень хороший на компьютере на компьютерах на утопов и там уже здесь хороший зум это сама и мышка игр collision делать на телефончиков scam с тем такого сделать не возможно и именно поэтому нам очень важно правильно подобрать на какой-нибудь стилус в которой будет тоненькая насадка, которая будет нам не царапать экран, и при этом будет хорошо-хорошо работать. Так вот, в поисках хорошего стилуса я зашла на, естественно, на Алиэкспресс, куда же ещё, да. То есть, как бы у нас в городе продавались стилусы. Ой, где мой стилус? Момент, сейчас покажу. Вот, это мой стилус. Ну, точнее, мой бывший стилус, да, он у него сломался. Тут была такая пимпочка, которая нажималась на сенсорный экран. Так, камера плохо фокусируется. Ну, ладно, что поделать. В общем, это самая обычная ручка. Её так крутишь, и там вылезает ручка обычная. Она уже давно не пишет, надо принять стержень. Вот, от этой стороны у нас была такая резиночка, которую можно было нажимать на смартфон и ей рисовать что-нибудь. Минус такой штучки был в том, что она всё-таки довольно-таки толстая, да, то есть, как бы, да, она тоньше, чем палец, но всё равно довольно-таки большой у неё был объём, ну, нажатие всё-таки было большое. То есть, я нажимала на одну точку, да, и она не чётко в эту маленькую точку попадает, а вот там какой-то радиус у неё есть, который телефончик сам решает, какая конкретная точка там возьмётся. Ну, он, конечно, старается вычитать правильно, чтобы была конкретно центральная точка, но всё равно, когда мы что-то рисуем, мы тыкаем, и нам кажется, что прям такой жирный слой и пойдёт. То есть, как бы, чёткость рисования нам попадает, потому что мы не видим конкретно, какая точка там рисуется. Вот, поэтому я искала какие-нибудь стилусы, которые будут более заострённые, и, честно говоря, когда я зашла на Алиэкспресс, я там, конечно, удивилась очень сильно этому большому выбору. Ну, не то, что удивилась, я как бы знала, что там их полно, да, но меня удивило то, что там есть какие-то активные и пассивные стилусы. Я тогда ещё совсем не понимала, что и тогда как. Так, вот, то есть, я набрала просто стилус Android, то, что у меня телефончик Android, и поехала искать всякие-всякие-всякие-всякие стилусы. Есть стилусы по одному доллару, есть стилусы по два доллара, есть стилусы по 15 долларов, где у нас там, вот двадцатка стоит, да. Я тогда как-то не особо поняла, в чём прикол, я поняла, что есть какие-то пассивные стилусы, а есть какие-то активные стилусы. И что я знала на тот момент? Я знала, что есть стилусы для графических планшетов, и они точно нам не подходят. То есть, стилусы для графических планшетов, они рассчитаны чисто на графические планшеты, там у них совсем другая технология. Поэтому на телефончике с сенсорными экранами они у нас не идут точно. Нам нужны стилусы для мобильных устройств. Если у вас iPhone, пишите «стилус iPhone». Если у вас какой-то Android, пишите «стилус для Android». Потому что я, допустим, сделала огромную ошибку, купив два вот этих вот стилуса. И сейчас расскажу, какая конкретная была ошибка. Начнём, наверное, с этого стилуса активного. Я, когда выбирала, я решила, что возьму один пассивный стилус и один активный стилус. Лицо побольше вам делать или не делать, я думаю. Давайте сделаю побольше лицо, чтобы вы всё-таки видели, что тут рассказываю. Так, я люблю, чтобы лицо стоило в этом углу. Так вот, значит, стилусы активные, они у нас работают по принципу, что они включаются, и каким-то образом можно взаимодействовать также с экраном. Да, то есть, ух, как бы так сказать-то попроще. Короче, стилусы активные – это, так сказать, попытка производителя прийти к тем стилусам, которые у нас есть на графических планшетах. То есть, как бы на графических планшетах там стилусы прям суперкрутые, там прям нажатие, даже кисточки этого самого стилуса учитывается, там есть кнопки на нём. И вот этот активный стилус – это попытки прийти к этим графическим стилусам. То есть, это как бы только-только, так сказать, разработка начинается от этих вот. То есть, в скором времени, скорее всего, будет так, что графические планшеты больше не нужны будут, потому что вся эта функция перейдёт в наши телефончики. По крайней мере, в Apple-ские точно, потому что Apple у нас всегда впереди планеты всей, они пытаются разработать такую штуку, чтобы телефончик у нас был не только сенсорным, но ещё и графическим планшетиком. То есть, чтобы всё-всё было в одном месте. Тем самым я завышаю цену, ну, это вы поняли, короче. Так вот, значит, что у нас с этими активными стилусами? Эти активные стилусы, они могут, помимо того, что просто там возюкать по экранчику, у них есть также какие-то кнопочки, то есть там кнопка нажатия, допустим, у них есть. У этого стилуса, я специально искала такой стилус, у которого можно будет изменять толщину нашего штриха. То есть, этот стилус обещал, что, мол, если мы прямо его поставим, давайте я его вытащу, покажу. Сейчас, где он там? Эть, достается. Значит, этот стилус обещал, что если мы поставим его вот так вот прямо, то он будет у нас тоненькой линией идти. Если мы будем наклонять его, то толщина нашей линии будет гораздо толще и толще. То есть, это вот у нас такие вот стилусы уже продаются. Единственное, что я когда эту штуку искала, я искала, чтобы он был для андроида. Но в Алиэкспрессе частенько бывает такое, что вы ищете одно, включаете обвинение другое, как бы, и там написано, что для андроида это не применяется. То есть, для айфонов да, а для андроида нет. То есть, слово андроид там присутствует. Но, да. Ну, короче, я поспешила с покупкой, и я купила такой активный стилус, который для андроидов не подходит. И причем он даже для айфонов не подходит. Он подходит только для айпадов. Айпад одиннадцатый, двенадцатый, айпад Air третьей генерации, седьмой генерации айпад, айпад мини пятой генерации, и айпад шестой генерации. Генерацион-то. Ну, вы поняли. Ну, генерации, да? Генерацион. Ну, я думаю, поколение, поколение. Господи, вспомнила это слово по-русски. Так вот, короче, я купила этот стилус, поспешив, толком не прочитав описание. Я думала, что мне он даст, выдаст все эти самые для андроидов активные, ну, какого стилуса, а он выдал, оказывается, еще и чисто для айпадов, да? То есть даже не для айфонов. В общем, вот, данный стилус я про этот, про тестировать не могу, потому что я сглупила. Хоть мне уже и сколько лет, да? Сколько мне там? Скоро 32 мне будет летиков, годиков, да? А я до сих пор такие глупые вещи совершаю. Спонтанные покупки, не дочитав нормальное описание. Вот, не повторяйте мои ошибки. Всегда читайте хорошо в описании. Вот, так что этот стилус у меня пока что остается в покое. Я не знаю, когда я смогу применить, потому что покупку айпада я как бы не планировала. Я сейчас поискала это самое айпады бэушные, которые могут подойти для этого стилуса. И там нужно как минимум 300-400 евро накопить. И фух, это только для бэушного айпада, да? Я, честно говоря, даже не знаю, стоит мне это делать или не стоит. Но, в принципе, мне было бы интересно прямо проверить. Ну, не знаю. Может, как-нибудь судьба так соизволит, что там попадется мне какой-то, это самое, либо дешевый какой-нибудь айпад, ну, подходящий, либо еще что-нибудь там. Ну, не знаю, может, кто-то знакомый найдется. Посмотрим, в общем. Пока что откладываем в дальний ящик, пускай лежит себе и отдыхает. Вот, следующий стилус, это вот такая моделька. Эта моделька у нас... Сейчас, секундочку, я ее открою. Секундочку. Вот эта моделька. Сейчас лицо поменьше надо будет сделать. Личико мое поменьше. И вот сюда, в углу. Сюда. Так вот, вот эта моделька. Написано все по-русски, естественно. Там этот перевод автоматически идет, так как я включила aliexpress.ru. Здесь было написано, что, ну, по крайней мере, по моему... По моему быстрому, так сказать, решению спонтанному, я решила, что этот мне подойдет, потому что, с одной стороны, у него толстая палочка, с другой стороны, у нас тоненькая палочка. Но, когда он мне пришел, когда он мне пришел, оказалось, что с одной стороны он работает прекрасно, на моем экранчике сенсом, а с этой стороны, с тоненькой, которая мне как раз-таки не нужна была, она нифига не работает. Более того, с этой стороны это самый обычный карандаш. То есть, он реально просто-напросто берет и рисует на листке бумажки. Сейчас я тебе, опять-таки, лицо побольше. Бумажку взяли. Чистая бумажка, да? И начинаем рисовать. Видите? Видите? Что-то там рисует. О, нарисовал! Чудо! То есть, это просто-напросто с одной стороны карандаш, самый обычный карандаш. В описании, причем, стоит слово карандаш, но я почему-то решила, что это просто-напросто кривой перевод с английского языка, потому что, ну, он же называется тогда еще и pen, да? Pen, pencil его называют так же. То есть, это тоже карандаш. И выглядит он как карандаш. То есть, я это самое, опять-таки, сглупила, и не поняла, что это просто самый настоящий карандаш. Я решила, когда я узнала, что он просто как карандашная сторона, вот эта вот карандашная сторона, я решила почитать в описании. В описании ничего не сказано, что вот эта сторона, это самый обычный карандаш. То есть, написано, что он карандашного дизайна. Сейчас, секунду лицо поменьше, чтобы вы все это видели. В описании написано, что он карандашного дизайна, да? Простой треугольный карандаш-дизайн. И опять-таки, вот этот простой треугольный карандаш-дизайн, это очень кривой перевод получился. Возможно, если бы это было по-английски написано, я бы больше поняла, что это просто карандаш обычный. И ещё что-то написано было, то, что с одной стороны круглый резиновый конец, вот этот кончик наш, да, толстенький, с функцией ёмкостного сенсорного экрана, а заострённый конец с функцией записи на резистовом сенсорном экране. Что это значит? То есть, вот эту фразочку я, естественно, пропустила полностью мимо ушей, да, ну, мимо своих глаз, точнее. И в результате оплошалась, просто-напросто купила толстый, самый обычный толстый стилус, который мне, в принципе, нафиг и не нужен. Потому что мой палец, в принципе, ну, да, он чуть тоньше моего пальца, но всё равно это не то. Ладно. Значит, в чём прикол, в чём разница между сенсорным, ой, между ёмкостным экраном и резистивным экраном? Дело в том, что вот эта штука, которая говорит нам, что она сможет работать на резистивных экранах, она сможет работать, не то, что она сможет работать, на резистивных экранах может работать любая палка. Вообще любая палка. Почему? Это связано как раз-таки со строением этого самого резистивного экрана. Я специально шла в статейку с красивой картиночкой. В общем, резистивные экраны, они работают таким способом, что у нас там есть плёночка и есть стекло, между ними расстояние. И как только какая-нибудь любая палка, совершенно любая палка, даже не палка, можете взять любую коробку, взять, стукнуть по этому экрану, и он сработает. Потому что как только вот эта вот плёночка, она прогибается и касается нашего экранчика, появляется, как сказать, замыкается, появляется сигнал какой-то, что в эту точку что-то стукнуло. То есть здесь у нас пошёл сигнал какой-то. То есть это можно карандашом любым абсолютно это ткнуть, и он сработает. Поэтому вот это вот, конечно, было для меня очень большое разочарование. В этих комментариях я, конечно, почитала то, что да, там у многих это дело не работает, естественно, да, потому что всё-таки, ну, это уже не сенсорная стукенция, вот эта вот самая обычная палка, самая обычная карандаш. Единственное, что когда я покупала, этих комментариев не было вообще. Там было ноль комментариев. Я об этом не знала. Поэтому если вы покупаете какую-то такую стукенцию, внимательно читайте описание, внимательно читайте отзывы, Чтобы не лохануться так, как я. Вот. Далее что? Далее. Так, ну, если мы сказали про резистивный экран, давайте поговорим про эти, про ёмкостный экран, наверное, или не стоит. Короче, ёмкостный экран, это те, которые, большинство вот этих экранов у нас работает, да. Они у нас работают по такому принципу, что сверху у нас есть плёночка, и она как бы проводит ток, вот эта плёночка. И как только что-нибудь электропроводящее докасается до нашей вот этой плёночки, появляется у них там какой-то сигнал. То есть это, ну, идёт сигнал, что в данной точке пошёл сигнал какой-то, ну, короче, что-то там у нас происходит с нашей электропроводкой. То есть электропроводка либо нарушается, либо на рот света там добавляется какая-то. Короче, нарушается правильная система проводка, электропроводка. И таким образом он считывает положение нашего пальца. Вот. Что ещё хотелось к этому сказать? Да, получается, что к этим, к ёмкостным экранам, чтобы работать на ёмкостных экранах, нужно любая фигня, которая проводит электричество. Я решила посмотреть в интернете, как вообще... Ну, я решила посмотреть в интернете ролики про стилусы. Типа, какие стилусы хорошие, какие стилусы плохие. И в результате, то самое, наткнулась на видяху, где девушка, она делала самостоятельно эти самые стилусы. И она меня вдохновила, конечно, очень сильно. Я тут тоже поэкспериментировала. Так вот, принцип был в том, что нам нужно что-то электропроводящее. И в основном люди делали... То есть, как бы она увидела тоже... Она как бы тоже не перепроходит, естественно. Она сделала что? Она увидела ролик, где какой-то пацан взял обычную ручку. Так, давайте сейчас лицо побольше, наверное, сделаем уже. Вот так вот, да? Значит так, пацан взял обычную ручку. Наконечник он вот этот убрал. Вот этот вот. Сделал туда шарик такой из фольги самой обычной, да? И вот этим шариком... Там это самое... Сделал шарик из фольги. Обвязал вокруг вот так вот, дальше вот этой фольгой. Либо какой-то проволокой проводил. Ну, короче, чтобы что-то было электропроводящее. То есть, мы руками должны тронуть сюда электропроводящие проволоки, либо фольги. И это всё у нас, это самое, соприкасается с нашим наконечником из фольги. И вот такой штукенцией можно возюкать по экрану, и всё будет прекрасно. Минус у таких устройств, у таких самодельных стилусов в том, что фольга, она может всё-таки царапать экранчик. Поэтому без защитной плёнки тут желательно не трогать ваш экран. Это раз минус. Второй минус. Такая конструкция может всё-таки быстренько развалиться. Потом ещё её довольно-таки сложно строить. Ну, и девушка, значит, она предлагала свой способ. Значит, она решила избавиться от царапин на экране. Она решила воспользоваться трюком таким. Она брала ватную палочку. Ватная палочка самая обычная. Она её заворачивала в салфановый пакет. Салфан тоже проводит электричество. Она её намачивала сначала водички. Водички намочила. Салфановый пакет её кобернула. И вот это был её наконечник. А дальше она пошла по принципу того же парня. Там пацана. Она вставляла этот наконечник в свою ручку. Делала какой-то там проводок. Как называется? Проволокой обволакивалось это дело. Чтобы соприкасалось, как вот этот вот кончик нашей, нашей мукрой ватной палочки соприкасался нашим пальчиком. И вот таким образом у неё был мягкий стилус, который не царапает экран. Ну, я, недолго думая, ввела палочку свою ватную. Она у нас деревянная категория. В Германии пластиковые ватные палочки больше не продаются. Уже целый год. Наверное, даже уже два года они продаются. Пластиковые эти палочки ватные. Только деревянные. И что я делаю? Во-первых, включаем телефончик. А, да. Что мне ещё понадобилось? Чтобы я, короче, решила салфаном не заморачиваться. Я просто решила, что ватная палочка есть. У меня есть тут водичка. И если я просто-напросто водичкой... Сейчас давайте салфеточку сделаем, чтобы это самое, чтобы не сильно тут всё пачкать. Просто-напросто водичкой окунаем нашу палочку, чтобы она влажненькая была. Вот, влажненькая теперь палочка. Главное ещё сделать так, чтобы у нас палочка сама была тоже влажная, чтобы соприкасание было нужное. То есть, если мы только кончик ватной палочке намочим, то и будем держаться за деревянную палку саму, то не будет никакой электропроводки. Но если мы намочим всю её полностью, то есть и палочку в том числе, у нас палочка намокнет, вода проводит электричество, и вот эта штука теперь будет работать. Сейчас я включу. Секундочку. Так, сейчас пароль. Ой-ой-ой. И поехали. Ой-ой-ой. Крутится. Прекрасно всё у нас крутится. Я держусь за деревянную палку, за мокрую деревянную палочку, и эта штучка у меня работает прекрасно. Экранчик не царапается, всё у нас отлично, всё прекрасно. Минус в чём? Минус в том, что вода высыхает, нужно будет постоянно её подмачивать. Поехали дальше. Ещё у меня минус был такой, что сама палочка, она в принципе тоже довольно-таки толстенькая. Я искала такой стил, чтобы он был тоненький, с тонким наконечником. Что я вспомнила? Я вспомнила, что у меня есть такая ватная палочка, которая для того, чтобы наносить какие-то средства на ресницы, она выглядит вот таким вот образом. Так, вот эта, допустим. Блин, у нас, наверное, не сфокусируется, да? Не, сфокусироваться не хочет. Моя камера моя совершенно не хочет сфокусироваться. Значит, вот, у меня есть вот такая вот толстая ватная палочка, и есть вот такая вот тоненькая ватная палочка. Вот так на лице я буду показывать, потому что бедненькая, на тёмном лучше видно. И вот я решила, что вот эта ватная палочка тоже можно использовать. Но единственное, что у меня эти ватные палочки из Китая, они у меня с пластиковой, ну, короче, пластик, он плохо проводит электричество. И сколько бы я его ни мочила, он, ну, быстро высыхает, эта вода. Если в дерево оно пропитывается водичкой, то его ещё можно как-то подольше использовать. А на пластике эта вода быстро испаряется и быстро приходит в негодность. Я что сделала? Фольга. Завернула эту штукенцию в фольгу. То есть здесь у меня наконечник мой с этой, с ваткой, маленькая кусочек ватки. Очень-очень остренький он получается, да? Ну, в смысле остренький. Он как бы не острый, он экран царапать не будет, но всё равно, он довольно-таки тоненький, так сказать. Вот. Обернула это дело фольгой, чтобы оно как бы до конца-то не касалось. Короче, фольга касается нашей ватки, и фольга будет касаться здесь, мимо пальца. Вот. Вот эту штучку тоже нужно намочить. Где моя ватка? Вот эта самая влажная салфетка. Намачиваем. Всё хорошенько промачиваем, ту ваточку маленькую. И начинаем работать вот с такой вот суперточной штукенцией. Так. Поехали вверх. А, кодик я потом всё равно менять буду. Оп. Получился кодик. И поехали. Оп. Всё прекрасно работает. Всё отлично, прям замечательно. Супер. А минус какой? Минус то, что вот этот вот наконечник, вот этот маленький, да? Он очень сильно подвижный. Если вы очень сильно нажмёте на него, он это самое, быстренько-быстренько погнётся вот таким вот образом. Когда он гнётся, он при этом теряется, ну, эта фольга тоже начинает гнуться, теряется контакт между ваткой и фольгой, и тем самым у нас вообще, ну, не работает, как сказать, наш стилус у нас не работает, потому что прерывается цепочка, электропроводящая цепочка. Вот. Так что вот этот нам тоже как-то, да, очень тоненько, очень прикольно, но надо дорабатывать, а мне в лом. Потому что я хочу что-то быстренького, что-то круто. Быстренький, простенький, комикс стилус, чтобы прекрасно работало, чтобы был более-менее тоненький. Но как вариант, можно это самое оставить, можно как-то дорабатывать такую штукенцию. Вот. Далее что? Далее мне пошло это самое в голову просто взять любые предметы, которые у меня есть, которые похожи на палку, и просто попробовать их электропроводимость. То есть я брала, допустим, пилочку, пилочка у меня не сработала, у меня, видимо, не электропроводящая пилочка. Я взяла ножницы, у меня есть электроматико, железные ножницы. Естественно, вот эту сторону я делать не буду, потому что она, естественно, будет царапать. Но с этой стороны она как бы не острая, поэтому с ней можно попробовать. И вуаля, всё работает прекрасно. Сейчас кодик. И поехали. Единственный, даже не единственный. Тут, конечно, очень много минусов. Минус раз, это то, что с этой стороны он будет царапать. Если вы будете с этой стороной работать, то всё-таки это не техника безопасности. У нас нужницы постоянно открываются, и можно как-то себя там поранить. То есть техника безопасности не соблюдается. Ещё один минус. Это штука увесистая. Если вы сильно стукнете по телефону, может пойти трещина. Далее, что я искала всё-таки стилус более тоненький. А вот эта штукенция совершенно не тоненькая. Где у нас? Погодите. Эть. Ох, как я умею. Ладно. Значит, ножницы это просто было чисто прикол. Ложка. Ложка у меня проводит электричество. Но, блин, то же самое, что и с ножницами. Далее. Значит, у меня ещё были какие-то ручки с такими железными наконечниками. Я решила проводить их на проводимость. То есть это хватаем. Значит, если просто возьмём вот так вот ручку и будем вот так вот ей возюкать, то, естественно, у нас ничего не получается. Но если мы дотрагиваемся вот до вот этой штукенции, это самой железной штуки, то вот в таком случае у нас контакт пойдёт. Но плоховастенько, потому что здесь у нас незакруглённый конец. Блин, не видно, не фокусирует. Почему ты не хочешь фокусировать? Короче, здесь у нас незакруглённый конец. Он довольно-таки остренький. Если мы вот эти вот остренькие штукенции, так сказать, нажмём на него, то там очень-очень маленькое площадь соприкасания получается. Вот так вот если мы сделаем, да? Она, во-первых, царапает экран, во-вторых, это очень маленькое площадь соприкасания, и она у нас не будет работать. Нужно, чтобы чуть-чуть побольше что-то соприкасалось, и в таком случае у нас будут какие-то действия проводиться. То есть вот это вот, опять-таки, если же на него сделать эту фольгу, допустим, его обмотать, либо там проволокой вот эту штукенцию продлить, чтобы у нас палец как-то держался нормально, да? Тогда эта штука будет работать, будет нормально, да? То есть, но надо будет под нужным углом её держать. То есть, эту штуку, опять-таки, нужно дорабатывать, дорабатывать, дорабатывать. Что касается вот такой ручки, здесь у нас металл немножко другой, он немножко хуже проводит электричество. То есть, допустим, получается, что на разных ручках разные вот эти вот наконечники, ну, они из разного металла сделаны, один проводит лучше, другой проводит чуть-чуть хуже. Ещё я попробовала взять китайскую палочку, она полностью деревянная. Её мы давайте тоже полностью, это самое, намочим, хорошенечко промочить нужно её. Желаю себе такую палочку, я делаю эту самую китайскую, которая у нас, это, не очень хорошего качества, чтобы она ничем не была пропитанная. Потому что, если она будет пропитанная, то она будет хуже впитывать в нашу влагу. Вот, намочили её хорошенечко, чтобы она была мокрая-мокрая. Ну, прям, чтобы не капала с неё вода, да? Но чтобы она была очень-очень влажная, всё полностью пропитана влагой. Вот, намочили, промочили. Всё, супер. Берём её. Берём. Это место, где у нас что-то мокренькое есть. Так, ой, я намочила свой этот самый кранчик. Эть, секундочку, надо её... Эть, высох, чтобы он был сухой. Вот. Так, и поехали работать с ним. Эть, эть, ловись, ловись. Чё, плохо помочила? Сейчас, я ещё куда-то намочу. Прям совсем-совсем, чтобы мокрая была. Так, тык-тык-тык-тык-тык. Так. Экспериментируем. Прям. Эть, не падай только никуда. Так, и ещё разок. Ну, давай. О, поехала, поехала. Заработала. Вот оно. Вот оно счастье. В воде. Работает, как видите, обычная деревянная палочка, которая китайская, которой мы кушаем суши. Берёте её, намачиваете, и у вас прекрасный стилус. Единственное, что тоже всё-таки есть тут такая штукенция, что у неё заострённый вот этот кольчик. Вот эта штукенция, можно царапать экранчик, чтобы прожить с ней быть аккуратнее. Либо её как-то подточите, чтобы она была не такая острая, да. Либо, либо, ну не знаю, ту же самую ватку на неё нацепите, и будет у вас длинная ватная палочка. Вот. Далее я вспомнила, что у нас графит тоже проводит электричество. То есть графит у нас это... Вот у нас карандаши. И внутри карандаша у нас есть графит. Графит тоже проводит электричество. Я подумала, что если у нас есть карандаши, где, знаете, у меня, допустим, карандаши, у меня они все здесь закрытые. Я подумала найти карандаш, где у меня вот эта штучка открытая, чтобы вот так вот нажать на неё. И получается, по идее, я закрываю цепочку электричества. То есть графит, если целостный, в карандаше проходит, то он отравился до моего пальца. Здесь у нас начинается электропроводка. И здесь у нас получается эсэнстонный экран. То есть, по идее, должно было сработать. Но проблема была в том, что у меня куча карандашей. И ни один карандашик у меня... Ну, разные карандаши, там, всякие жёсткости разные. И у меня все карандаши, они с заклёпками. И ломать их мне как-то не хочется, потому что, ну, мне их жалко. Я порыскалась ещё у себя. Сейчас, секундочку, это дело уберу. Я порыскалась у себя ещё. Порыскала. Не, правильно, по-русски будет. Порыскала у себя ещё. И нашла у себя такой карандашик. Где он там? Вот такой карандашик нашла. Где у нас нет этой пимпочки. Попробовала с ним, ничего не получилось. Потому что вот этот у нас карандаш, он самый дешёвый. Он даже не из дерева. Я не знаю, это какое-то дерево заменитель, что ли, получается. Короче, он какой-то не такой. Видимо, это даже не графит там внутри. Ну, что-то у меня с ним не получалось, нифига. Потом я порыскала ещё. Нашла вот такой карандашик из Икеи. А, возможно, и не из Икеи. Честно, я уже не помню, откуда у меня такой карандашик. Но похож на икеевский. Хотя, по идее, на икеевском должно быть написано быть Икея, да? Ну, в общем, вот этот карандаш, он деревянный. И внутри, похоже, ранен графит. Потому что я попробовала сделать с ним этот трюк. Я не знаю, что получится или нет. Потому что он то получался, то не получался. Короче, нет, сейчас не хочет получаться. Видимо, всё-таки очень плохой контакт с этим графитом. И раз через раз... Короче, если долго-долго так вот возюкать-возюкать, когда-нибудь всё-таки получится это сделать. Но, честно говоря, я сильно не хочу свой экран уже царапать. Поэтому не буду им заниматься. Короче, один раз у меня получилось с ним вот так вот провести. И он сработал. То есть, графит с графитовым карандашом тоже можно. Но всё-таки плоховастенько получается. Нехорошие там контакты. Далее что? Значит, карандашами закончились. Что у меня там ещё было? Ножик канцлярский. Естественно, я даже не пробовала, потому что слишком острая штукенция. Не хочу царапать экран. Вот. Потом я наткнулась у себя на такую штукенцию, которая просто-напросто оказалась... Ну, круче, на этом выборе я прям и остановилась. Это были у нас кисточки. Самые обычные кисточки. У меня есть деревянные кисточки, есть пластиковая кисточка. И у этих кисточек, как и у ручек, есть такой железный наконечник. То есть, то есть, если мы кисточку нашу намочим, вода будет здесь соприкасаться с железной штукенцией, то есть у нас будет электропроводка идти, будем брать за вот эту железную штучку, вот так вот, то у нас это дело будет работать. Сейчас покажу. Для того, чтобы эта штука работала получше, я ещё сконструировала такую штукенцию. В общем, в крышку от бутылки положила эту самую губку, маленькую, в случае, губки отрезала. И его, это самое, передишки нужно водой заполнять. Сейчас я побольше водички налью. Вот. И вот это у нас будет, так сказать, макалка наша. То есть, мы берём кисточку, обмакиваем хорошенечко в нашей водичке, чтобы она была полностью-полностью мокрая. Сейчас, секундочку. Вот, мокрая кисточка. Она не должна быть полностью-полностью мокрая, можно её просто делать влажной, чтобы она была хорошая влажная кисточка. Вот, хорошая влажная кисточка. Это поставим пока сюда. Включаем наш телефончик. Так, не забываем, что нужно держаться за этот самый, за железную штукенцию. И вуаля! Всё прекрасно. Ой, не попала. Секундочку. Всё прекрасно работает. В одну сторону, в другую сторону. Экранчик не царапается. Водить возюкой туда-сюда просто это самое, заглядение на самом деле. Очень прикольная штукенция. Мне она очень понравилась. Единственное, что, что вот эта вот кисточка, всё-таки она довольно-таки длинная. Волосики у неё длинненькие. И я хоть нажимаю её здесь, да, но не факт, что оно как бы именно вот в этой точке у меня и, опс, нажмётся. То есть, поверхность прикасания довольно-таки высокая. То есть, особенно, если она чуть подсохнет, она начинает, она начнёт в разные стороны вот так вот разволоситься, как это сказать по-русски, не знаю. Ключи, она разъерошивается немножко и поверхность, как бы, точности нажатия, опять-таки, теряется наша. Плюс ко всему, держать вот так всё-таки не всегда удобно. То есть, эту штучку тоже можно было доработать и я это сделала. Значит, во-первых, чтобы она можно было держать вот так вот, то есть, как настоящие художники там рисовать, да, это просто-напросто. Первым обволакиваем фольгой. Вот у меня вариант уже с фольгой. Вот. Но здесь вариант ещё, опять-таки, проблемы с этой самой, с нашей вот этой кисточкой. То есть, она большая очень. Я взяла кисточку, которой мне не жалко, пластиковую кисточку и её немножко обрезала. Вот, обрезала. Ну, буквально. То есть, она была примерно вот такая же кисточка. Вот эта, конечно, потоньше немножко, но чуть-чуть потолще кисточка вот эта была. И я её обрезала, постригла её. Вот так вот. И вот этой штукенции, на самом деле, мне так понравилось с ней рисовать, что я прям, не знаю, там, дня три, наверное, зависла и рисовала какие-то фигнюшки на своём телефончике. Итак, проверяем эту штукенцию. Намачиваем её, чтобы она была влажненькая. Намочили. Хорошенько намочили. Вот. Пылинку убрали. И поехали включать. Оп. Сейчас. Мне нужно смотреть, куда я нажимаю. Так, так. Попалась. И поехали. Тик-тик-тик-тик. Давайте включим эту самую программу, которая у нас рисует что-нибудь. И тут, на самом деле, так классно это всё делается, что прям, ну, прям заглядение какое-то. Сейчас, секундочку, я включу запись экрана. И вы посмотрите, как это делается. Так. Где у меня запись экрана? Запись экрана. Вот она у меня, запись экрана. Поехали. Так, поехали, запись экрана. Вот она. И вот, возюкаем и рисуем какое-нибудь произведение искусства. И прям, блин, я настолько залипла вот этой штукенцией, потому что вы реально как будто кисточкой рисуете. Это самое. Если ещё подобрать хорошую программу, где это можно что-то рисовать, то это вообще просто будет шик, блеск. То есть, вот, добавим тени немножечко, да, глазки сейчас нарисуем. Будет синий глаз чудо какое-нибудь. Вот так. Вот это будет глаз раз, это будет глаз два. Нос давайте сделаем жёлтый. Жёлтый, я сказала. Вот это будет у нас носик. Тело тоже так вот жёлстенькое сделаем. И вуаля, у нас прекрасная картина получилась. Прям реально как будто кисточкой рисуешь. Мне настолько понравилось, что реально я зависла на несколько дней вот эти вот занимаюсь рисованием вот на этой штукенции. Очень приятно с ней работать, очень классно. Минусы в ней такие, что кисточка всё-таки вот этой кисточки хватает надолго. Я не знаю, я могла полчаса точно и могла спокойно рисовать мне это, не макая снова её в водичку. То есть полчаса она держалась. Через полчаса она стала контакт чуть похуже, я просто-напросто снова макнула в водичку и поехали дальше. Можно, конечно, если у вас водички потоконит её облизнуть, но это не гигиенично и не советую, потому что у нас получается, что вы все микробики с вашего экрана сотрёте и благополучно слижете. Этого делать нежелательно, особенно учитывая, что у нас такая ситуация с коронавирусом, не советую. Вот, что ещё тут можно добавить? А, то, что в поход её взять не очень получится, потому что не всегда у нас есть что-то влажное под рукой, а как я сказала, что языком как-то не гигиенично это делать. Далее, что какой минус? Ещё минус то, что она может всё-таки разваливаться. Эту штукенцию я, значит, обволокла её в фольгу, закрепила с этой стороны скотчем, здесь закрепила скотчем и посерединке ещё немножко скотчем закрепила. То есть, оставила места, где у меня пальцы будут соприкасаться с фольгой, чтобы у нас не терялось электропровод у нас не терялось. Фольга, она тоже довольно-таки недолговечна, если вы её вот так вот не закрепите вот так скотчем, то она в конце будет разваливаться, она вся будет в труху превратиться. Но в целом, мне очень нравится как домашний хороший стилус, довольно-таки точный, то есть, у него поверхность довольно-таки маленькая, если сравнить с нашим пальцем. Ну, в общем, мне очень понравилось. Она не царапает экран, рисует прекрасно и как будто реально вы как художник сидите и начинаете рисовать так кисточкой. Что тут ещё можно сказать? То, что когда вы работаете с этими влажными инструментами, у вас на экране будет куча таких вот разводов. Ну, тут плоховато видно, но, думаю, заметно, тут какие-то разводики. Всё-таки есть. Ну, вот тут, допустим, вот этот. Ключи, остаются у нас разводы. Эти разводы можно на любой влажной тряпочкой удалять. То есть, если у вас сильно заляпался телефон, удаляем влажной тряпочкой наши разводы и вуаля, у вас чистый телефон. У меня вообще есть супер-супер средство. Мне её давно подарила мама. Она у нас из Германии. Стоила 24 евро 90 центов. Туда же цена стоит. Какая-то прям супер-пупер штукенция. И она у меня уже лет 5 либо 6, наверное, даже. И я полфлакона использовала только. Только полфлакона использовала. Я ей чищу очки, телефон, экраны на компьютерах. нечасто, конечно же, но раз через раз всё-таки ей пользуюсь. И она очень крутая штукенция, но в принципе... Как сказать? В общем, когда вы ей пшикнете, у вас потом дольше не будет пачкаться ваш монитор и ваши экранчики. Но в принципе, если это касается телефона, которым постоянно тыкаем пальцем, то там без разницы. Для очков это штукенция прикольно, а для телефонов взяли обычную влажную салфетку и протёрли тот же самый эффект. Потому что оно потом буквально в следующую секунду вы берёте пальцем с выжимом и тык-тык в него и всё запачкается снова. Так что тратиться на такие средства думаю, вам не особо стоит. Так, что ещё? А, ещё хотела произвести тест в толстых перчатках. То есть, эти перчатки не проводят электричество. Эть! Толстенную перчатку специально взяла. Самую толстую, которую нашла в комнате, в квартире. Это перчатка мужа. Как видите, она у нас не работает. Так, давайте я включу. Что бы я тут не делала, что бы не прикасалась, оба-на, сработало! Хо-хо-хо! Это как я так? Я это видела вот этим пальцем дотвинулась. Сейчас, секундочку. Надо закрыть. Ещё разок. Оба-на, сработало опять! Надо же! А я даже и не знала. А почему сейчас больше не работаешь? О! Опять! Один мультик он включает. Ну-ка. А вот этот вот? Тыканье работает! Тыканье работает, ребята! Тык! Давай вот это включись. Не хочет. О! Включился! О! Это проводящая перчатка! Значит, нам надо не годиться. Но ничего, у меня тут ещё есть запасные перчатки. Так, где она? Правая. Это у нас левая. А где правая? На полу. Так, я лоханулась. Оказывается, это перчатка проводящая. Давайте проверим с этой штукенцией. Вот это точно должна быть непроводящая, потому что я помню, как мучилась сильно-сильно. Так, смотрим. Тык-тык-тык. Во! Не работает. Всё. Нашли непроводящую перчатку. Ничего не работает. Как бы я тут ни старалась, ни тыкова, ничего не работает. Всё, точно. Точно. 100%. Вот. А эти, видимо, всё-таки какие-то проводящие, только плохо проводящие. Ну да, возможно, я что-то такое пыталась его купить когда-то, да, давно. В подарок на Новый год какой-нибудь. Значит, вот, перчатка, которая у нас не проводит электричество. Пробуем работать с ней. Наша влажная палочка, ватная палочка. У неё, значит, если мы за самый кончик возьмёмся, где у нас нету водички, то ничего не происходит. Хватаемся там, где у нас нажимается. Не очень хорошо, но всё равно контакт кое-как, но есть контакт, да, то есть не с первого раза, но контакт всё равно присутствует. Оп, что-то нажалось. Мне это не нужно, выйди. Так, может, я чуть побольше намочить. Сейчас мы это сделаем. Саму палочку намочиваю. опс, капает что-то оттуда даже, опс. Так, хватаемся за мокрую штукенцию и пробуем ещё разок. О, работает, хорошо работает. Даже перчатка, которая у нас не проводит электричество, она у нас хорошо работает. Видимо, у нас перчатки просто мне намокли в данном месте и поэтому работает. Хорошо, работает. Где моя кисточка, которая супер-пупер алюминиевая? Так, она по идее не должна работать. Сейчас всё-таки попробую высохнуть или вот так возьмём. Давайте вот так двойные возьмём. Опа, вот так. О, вот так точно не должно работать. Что мы делаем? Сейчас заслекаю намочу кисточку эту и поехали. Эть, работает. Честно говоря, я сама в шоке была. Почему? Почему вот это работает? Я думала, что это мол типа перчатки просто намочились, но ничего подобного. Вот сухая перчатка, я в неё взяла. Сейчас, это самое. Вот это давайте сниму, которая намочилась у меня. Так, вот это мы наденем задом, наперёд. я даже так умею перчатки надевать. Берём наш вот этот стилус, супер-пупер стилус, который сделан из фольги и кисточки и пробуем ещё раз. Всё прекрасно работает. Честно, я в шоке. Я сама вообще не понимала, как это может быть, но каким-то образом это дело работает. Вот, дальше что? Возьмём вот это вот. Она смокрая. Так, возьмём сначала за железную штукенцию. Работает. Всё? Работает. За пластик возьмём, который не проводит, по идее. О, не работает. Ну, хоть что-то нормально логически делается, да? В общем, вот. Значит, вот такой стилус работает, даже печатка, который у нас не проводит электричество. Каким образом непонятно. Видимо, то, что тут всё-таки поры какие-то есть, и поэтому проходят какой-то всё-таки какие-то электротоки проходят сквозь эту перчатку. Что очень даже интересно, почему тогда так напрямую не работает, а со стилусом работает. Интересно, что-то. Интересно, интересно. Если кто-то понимает принцип, почему работает вот такой способ, почему вот я в перчатке и провожу вазюк по экранчику, почему эта штука работает, например, приезжаю в комментариях, потому что я не очень понимаю, мне тут уже всё. Логика на этом у меня закончилась. так, поехали дальше. Ну и напоследок расскажу ещё, что у нас вот эти стилусы, ими тоже можно пользоваться в перчатках, и получается, что у нас вот этот материал, который резиновый, он сделан примерно по такому же принципу, что вот эта наша кисточка получается. то есть неважно в чём у нас будет рука завёрнута, мы можем, сейчас я покажу, продемонстрирую. Берём изолирующий материал, берём наш стилус, ой, не той стороной, эта штука не рисует, эта сторона у нас не рисует. Так, вот так вот возьмём его, и всё у нас работает. Эть, эть, всё прекрасно у нас работает. Вот. Если у вас этот наконечник у вас поломался, ну, порвался, как у меня, допустим, вот эта вот, порвалась, эта штукенция, вы можете на том же Алиэкспрессе найти наконечники, это заменители наконечники этой штукенции. Главное, смотрите по толщине, чтобы они у вас подходили на ваш стилус, допустим, вот этот у меня чуть потолще, чем вот этот вот. То есть, измерьте расстояние и купите правильный наконечник. В принципе, можно также эти наконечники купить, сейчас покажу секундочку, вот они, допустим, на Алиэкспрессе я нашла какое-то объявление, первое, 15 штук стоит 20 небольших долларов. Вы можете купить 15 этих наконечников за 20 доллара и наклеить их вообще на любые, там, на крандаш, на ручку, куда угодно, можете их наклеить на эту сторону и у вас будет 15 стилусов за 2 бакса. Тоже, мне кажется, очень прикольно. Единственное, что здесь, это то, что у нас все-таки толщина вот этого наконечника, у нас она, она, конечно, потоньше, чем палец, но она не такая тоненькая, как вот эта вот штукенция, которую мы сделали, да, и уж тем более не такая тоненькая, как вот эта вот, помните, в самом начале, когда я говорила. Поведем итоги. Значит, стилуса можно сделать в домашних условиях довольно-таки легко и просто и очень бюджетно, также их можно очень бюджетненько купить в Алиэкспрессе. При покупке стилуса учитывайте толщину нашего кончика, да, то, что у нас желательно, чтобы кончик был как можно тоньше, чтобы мы более точно попали в нужную нам точку, когда будем делать clean или tight какой-нибудь. Что еще? Учитывайте, что бывают такие плохие описания, как у этого карандаша, да, то, что он, ну, было непонятно, что этот карандаш на самом деле, что он не будет работать на емкостных экранчиках наших сенсорных, да, это учитывайте. Учитывайте, что у нас есть разные модельки, да, то есть у нас есть стилусы, которые не подходят к каким-то другим моделям. Про активные стилусы, хотя говоря, забыла сказать, сейчас вот только вспомню, активные стилусы, они работают только на тех устройствах, которые поддерживают активные стилусы. То есть, если ваш телефон в описании, в это самое, в техническом описании написано, что он поддерживает активные стилусы, то тогда можете покупать активный стилус. Если же ваш телефон не поддерживает активные стилусы, и вы купите активный стилус для него, то он будет работать на вашем устройстве точно так же, как и пассивный стилус. То есть, вы, получается, перепачиваете очень много денег, но при этом у вас функционал будет точно такой же, как и от пассивного стилуса. Он просто-напросто будет возюкать вам по экранчику, нажимать кнопочки. Активные стилусы, у них есть дополнительные функции, которые, как бы, там получается такая взаимосвязь получается. То есть, устройство должно быть способно работать с этими самыми активными стилусами. Если устройство не способно, то есть, у него нет специальных драйверов, то, получается, и связи не будет. То есть, когда идет активный стилус, прижимается к нашему экранчику, к активному экранчику, который умеет считывать данные, то там переходит у них такая микро-передача данных. И он, этот экран, знает, что там нажалась какая-то кнопка, допустим. Всегда пошла, когда кнопка нажалась. Он, допустим, под другим наклоном лежит. Это тоже все работает с активным стилусом. Но только в том случае, если у вас еще есть еще и нужный девайс, нужное устройство. Без устройства активный стилус вам не нужен нафиг. Берите пассивные стилусы, либо делайте свои. Все, на этом все. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, эта тематика со стилусами будет закрыта. Если будут какие-то еще вопросы, комментарии, пишите в комментариях все. Вопросы, пожелания, так далее. Есть какие-то добавки какие-то к моей тематике будут тоже, прежде всего, в комментариях. На этом все. Всем счастливо. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!